МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До недавнего времени кубинским хозяйкам на кухне приходилось чувствовать себя более учимлёнными, чем всем остальным. Дело в том, что законы Фидели запрещали пользоваться не то что микроволновками, но даже миксерами. Международная изоляция постепенно уходит в прошлое, а островитянки как готовили, так и продолжают это делать, разжигая аппетит не только у кубинских мужчин, но и у наших. Бронзовый призёр Олимпиады в Афинах кубинская волейболистка Яйма Артис недавно подписала контракт с московским «Динамо». И хотя Яйма живёт в столице недолго, она уже вовсю привыкает к российским обычаям. Извините, можно Мозлову Лицкого? Ликвы, Мозлову? Да, пожалуйста. Яйма легко ориентируется в российских магазинах, хотя читать по-русски не умеет совершенно. Я люблю готовить пасту, мне нравится пить молоко, йогурт. Это простые продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Кубинка признаётся, что русский язык для неё очень трудный. Я учу русский, слушая людей, запоминая слова. Я не представляю, как люди понимают, что я говорю, но они понимают. Сегодня Яйма Артис расскажет нам, как приготовить жареные бананы по-кубински. Мы будем готовить типичное кубинское блюдо, которое у нас обычно используют в качестве гарнира. После того, как мы очистили бананы от кожуры и нарезали, нужно налить в сковороду оливковое масло, чтобы кусочки бананов были полностью закрыты. А теперь нужно подождать, пока масло нагреется. А ведь холодной России в жизни знойной кубинки могло и не быть. В 2008 году, закончив выступление за сборную Острова Свободы, по законам страны Яйма не имела права выступать за профессиональные клубы и была вынуждена ждать два года, чтобы вновь выйти на площадку. Я никогда не переставала тренироваться. Ходила в зал, играла в волейбол на пляже. Всегда поддерживала себя в форме. Однажды на улице к Яйме обратился незнакомец. Он спросил меня, модель ли я. Я сказала, нет, нет, я не модель, я вообще-то спортсменка. Ну а дальше все было, как в сказке о Золушке. Прохожий оказался дизайнером, который очень хотел, чтобы Яйма участвовала в его показах мод. Ради подиума кубинка даже похудела на 10 килограммов. Но начав вновь играть в волейбол, Яйма не оставила мир моды, который так полюбила. Сейчас вместе с другом своего мужа спортсменка запускает собственную линию одежды. Мне нравится мода, но это не одно и то же. Волейбол – это моя жизнь, и я всегда хотела играть. Но вернемся к нашим бананам. Когда они подрумянятся, их нужно немного подсушить бумажным полотенцем. С зелеными бананами вообще-то получается лучше. А Кубе мы очень любим есть жареное. Меня удивляет, как в России любят кубинцев. К нам относятся с большой нежностью и заботой. Яйма не может сдержать слез, когда рассказывает, как пришла в волейбол. Для нее эта история особенная. Я не хотела ходить в школу. Мне не нравилось. Я все время плакала. Но мой отец сказал, что я должна состояться в жизни как личность, научиться чему-то еще. И теперь каждый день я повторяю. Спасибо, папа. Яйма говорит, что любит готовить. Правда, стесняется признать, что делает это хорошо. Я не очень хороший повар, но я стараюсь. Это готово, espero que lo disfruten. Que les guste, como me gusta, tanto como me gusta a mí. Приятного аппетита. Пока-пока.